МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Городские встречи». И сегодня у нас в гостях Елена Михарева, заместитель начальника управления благоустройства города. Здравствуйте, Елена Анатольевна. Здравствуйте. Сегодня мы с вами поговорим об экологии. Я думаю, что на протяжении этого года мы достаточно часто будем обращаться к этой теме. Год, который объявлен Годом экологии, можно сказать, только наступил. С вашей точки зрения, насколько это актуально для страны в целом и для нашего города в частности? Да, действительно. 2017 год объявлен президентом Российской Федерации Годом экологии. Президент четко обозначил задачи, которые мы должны решить в рамках этого тематического года. Это и привлечение внимания к проблемам экологии, обеспечение сохранности существующих экосистем, и также обеспечить сохранность биологических ресурсов. Я думаю, что это очень актуально для страны в целом и для нашего города в частности, потому что у нас все так же есть свалки несанкционированные в местах, где мы любим отдыхать. Это зеленые зоны города, парковые зоны, места около водоемов. Это и загрязнение водных объектов с точными водами, загрязнение атмосферного воздуха, загрязняющими веществами, которые выграсываются в атмосферу. Поэтому это очень актуально. Если мы что-то сможем сделать в этом году в рамках Года экологии, мне кажется, наша природа, наш город получит только положительный результат. На сегодняшний день какие уже мероприятия намечены на этот год, такие крупные, и каким образом они будут проходить? В администрации города разработан план основных мероприятий, который утвержден постановлением администрации города Рязани, так же, как и состав оргкомитета тоже утверждены. В этом плане собраны мероприятия, которые были предложены нам общественными экологическими организациями, промышленными предприятиями города, высшими учебными заведениями, образовательными учреждениями города и, в общем, общественностью нашей. Мы постарались собрать основные, но это не означает, что будут выполнены только те мероприятия, которые есть в этом плане. Будем рады, если жители города будут обращаться к нам с предложениями проведения каких-то конкретных мероприятий, если они предложат свою помощь в реализации каких-то мероприятий. Мы готовы, мы открыты, поэтому пусть обращайтесь. А что касается более конкретных мероприятий, мы разработали вот такой буклет, где представлены эти мероприятия и по местам проведения их, и конкретно, что это будет. Но если коротко, то я вам могу назвать следующее. Это краеведение, эко-краеведение. У нас все мероприятия идут с приставкой «эко». Эко-краеведение – это означает, что мы в рамках этого года экологии и в соответствии с датами наших известных земляков будем благоустраивать те места, которые как-то связаны с ними. Например, в этом году мы отмечаем 160 лет Константину Эдуардовичу Циолковскому. Поэтому мы запланировали благоустройство улицы Циолковского, благоустройство сквера Циолковского. Это где памятник у нас находится, и, соответственно, сквер на театральный. Эко-дизайн. Мы запланировали благоустройство центрального парка культуры отдыха. Будет продолжено в этом году. Очень большие планы у нас. Благоустройство Лыбецкого бульвара будет продолжено от улицы Ленина до Цирка. Мы планируем благоустроить сквер на площади Димитрово. Это район 2-й Рязани. Ну и дальше, если будут какие-то предложения у жителей, готовы рассмотреть, где-то что-то еще провести какое-то благоустройство. Эко-ландшафт. Здесь мы планируем посадку зеленых насаждений. На улицах с интенсивным движением автотранспорта улица Черновицкая, разделительная полоса. Мы ее в прошлом году ремонтировали, управление благоустройством эту улицу. В этом году мы наметили озеленить разделительную полосу. Затем мы продолжим озеленять Московское шоссе. В прошлом году, если помните, мы сажали там кустарники. Очень красивые, красивыми формами. В этом году мы там запланировали посадить можжевельник, завершить дизайн этой улицы. Мы в этом году запланировали такое мероприятие «Цветами улыбается на Рязани». Я думаю, что это будет не только красивое название акции, но и в результате мы получим еще больше красивых улиц. Мы увеличили не только количество рассады, которую будем сажать, но и изменили дизайн. Клумб, цветочные композиции будут присутствовать. Я думаю, что мы все это скоро увидим. Наверное, в июне мы закончим высадку всей рассады, поэтому в июле наш город зацветет. И увидим мы его совершенно обновленным. Что касается возможности участия во всех этих акциях горожан. То есть это на 100% что все, кто захочет, они смогут к вам примкнуть и внести какую-то свою лепту, выделенение города. Конечно, конечно. А вот насколько активны вообще люди, вы же наверняка не только в год экологии подобные мероприятия проводите, в последние годы. Насколько охотно они идут на такие акции? Вы знаете, я вам могу привести пример, что мы ежегодно проводим Дни защиты от экологической опасности. Это такой временной интервал. Но это не означает, что мы там, грубо говоря, с апреля по июнь проводим эти мероприятия. Нет. Обычно большое количество жителей принимает участие в этих мероприятиях. Но когда у нас 2013 год был объявлен годом охраны окружающей среды, и мы начали подсчитывать, сколько жителей у нас приняло участие, мы были просто потрясены, потому что это было свыше 150 тысяч. А в сравнении с предыдущим годом это очень был большой скачок. Процентов на 30 у нас увеличилось количество жителей. Поэтому с тех пор наши жители стали очень активны. Мы призываем их всегда принимать участие. Мы проводим конкурсы на лучшее название сквера, который мы открыли на улице Горького и Веденской пересечений. В этом году мы планируем привлечь жителей к выбору места нового сквера. То есть мы на сайте администрации разместим объявление, конкурс. И жители смогут нам предложить те участки, те районы города, где, по их мнению, необходим сквер. Календарный год начался, но было ли уже официальное открытие года экологии? Или нас только это ожидает? Нас это с вами только ожидает. Торжественное официальное открытие года экологии состоится 4 февраля 2017 года на территории Центрального парка культуры и отдыха. Все это начнется со входа с улицы Пушкина, где у нас начнется акция «Столовая для пернатых». И дети, учащиеся в образовательных учреждениях города, представят свои кормушки. Затем они пойдут их с родителями, с учителями развешивать на деревья. А все остальные смогут пройти дальше к танцеверанде. И на танцеверанде начнет уже непосредственно торжественное открытие в 12 часов. Кроме того, что мы торжественно откроем год, для того, чтобы нам было с вами интересно там, у нас будут организованы интерактивные площадки образовательных учреждений городских, высших учебных заведений. Будут интерактивные площадки общественных экологических организаций. Мы с вами сможем почитать все вместе стихи о птицах Рязанского края в один микрофон. Будет установлен свободный микрофон, где каждый сможет высказать наболевшие вопросы или выступить с каким-то пожеланием. Для детей будут работать собачьи упряжки, лошадки, пони. Но самое главное, что у нас будут там обжорные ряды. Поэтому приглашаем всех желающих 4 числа на территорию Центрального парка культуры и отдыха к 12 часам. – Елена Анатольевна, год предстоит очень интересный, очень насыщенный. Вот главный результат всего этого, на что вы нацелены, что бы вы хотели увидеть в конце 2017-го? – Ну, я, вот то, что я сейчас скажу, я думаю, что это не только мое мнение, а это действительно та цель, которую в итоге ставит перед нами президент. Чтобы отношение жителей нашей страны изменилось к охране окружающей среды, к проблемам экологии на более ответственное. Чтобы стали более ответственно относиться к вопросам охраны окружающей среды руководители предприятий, и больших, и маленьких. Каждый человек в отдельности, когда он выезжает на пикник, когда он выезжает на рыбалку или когда он идет просто на охоту. А еще, даже когда он идет просто по лесу, гуляет. – Елена Анатольевна, спасибо вам огромное, что сегодня к нам пришли. С удовольствием будем ждать всех ваших мероприятий, принимать в них участие, ну и тоже по мере возможности проводить совместную какую-то работу. – Мы вас тоже ждем для освещения наших мероприятий. Спасибо за приглашение. – Ну, а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого наилучшего. До встречи в следующих выпусках. Субтитры подогнал «Симон»!